Наводите камеру на новообразование, выбираете необходимый масштаб и отправляете. И получаете рекомендацию. Вы отвечаете на вопросы по отношению к своей родинке, когда оно появилось, когда данное образование появилось. Указываете локализацию данного образования, фотографируете свою родинку и буквально через несколько секунд получаете ответ, к какой категории она относится, относится к абсолютно доброкачественной категории, либо получаете рекомендацию обратиться к специалисту и проверить свою родинку. Каждый полученный снимок также оценивается экспертами. За последнюю неделю мы получили более 3000 изображений, из которых, к сожалению, 98 изображений отнеслось к категории злокачественных новообразований. И пациент получил рекомендацию обратиться к специалисту для верификации диагноза. Мы выпустили в свет приложение, которое называется «Прародинки». Это приложение, которое обладает способностью распознавать доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. Мы не хотим, чтобы приложение заменило врача, но мы очень хотим повысить грамотность населения и чтобы вы сами могли понимать, что на вашей коже на сегодняшний день присутствует. Самое опасное из онкологических заболеваний – это меланома. Кроме этого, самое распространенное заболевание – это базальный клеточный рак кожи. Есть еще ряд онкологических заболеваний, но они намного более редкие. Используя это приложение, проверку можно провести прямо не выходя из дома. За несколько секунд проверить каждое свое новообразование. Оно было разработано в течение предыдущих примерно полутора лет и запущено, размещено в магазинах для скачивания в конце прошлого года. Идея возникла в Приволжском исследовательском медицинском университете. У них на тот момент была достаточно большая база изображений, в частности меланома порядка 300 случаев. У них возникла идея, не попробовать ли новые компьютерные технологии для того, чтобы создать подобного рода систему. Нейронная сеть обучена на большом банке случаев. Сейчас в банке около 6000 фотографий. В результате мы получили очень качественный набор случаев, фотографий, на которых обучили нейронную сеть и проверили. И добились действительно высокого качества работы. На текущий момент ее результаты это порядка 90% чувствительности и порядка 90% специфичности. Это примерно соответствует тем характеристикам, которые показывают ведущие эксперты.